Высший апелляционный суд Италии во вторник подтвердил приговор для бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Ему запретили занимать правительственные посты в течение двух лет по обвинениям в налоговом мошенничестве. Это решение окончательно перечеркнуло надежды политика выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Европейский парламент в мае. Ранее 77-летний миллиардер оспорил двухлетний запрет, который наложил на него апелляционный суд Милана ещё в октябре прошлого года. Большинство итальянцев, похоже, недовольны присутствием Берлускони на политической арене, а также политическим классом Италии в целом. «Я думаю, итальянцы сыты по горло. Политике Берлускони или нет, я не знаю. Честно говоря, он может делать что угодно. Может идти на выборы или не идти. Мне всё равно. Мы, итальянцы, устали. Мы хотим увидеть поступки, а не просто слова». «Я не знаю, справедливо это или нет. Я только знаю, что если законы существуют, то их надо соблюдать. Как гражданин я их соблюдаю. И гражданин Берлускони тоже должен их соблюдать. Это просто вопрос честности по отношению к остальным. Если нет правил, как можно быть уверенным хоть в чём-то?» «Я думаю, изначальная вина Берлускони по-прежнему не затронута. Это конфликт интересов. Я думаю, ему не стоит быть в политике, и не только по причине судебного решения». Бывшему премьеру также грозит четыре года в тюрьме после того, как в августе 2013 года его признали виновным в масштабном уклонении от налогов. Впрочем, как ожидается, этот срок будет сокращён до года и отбыть его Берлускони сможет на общественных работах. Сам политик обвиняет судебную систему страны в политически мотивированной кампании против него. Он также отрицает свою причастность ко всем преступлениям, в которых его обвинили.